Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную партию двух великих шахматистов 20-го столетия, 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова и многолетнего претендента на это звание Виктора Львовича Корчнова. Эта партия была сыграна с быстрым контролем в Париже в 1990 году. Каспаров играл белыми и пошел Д4. Конев 6 сыграл Корчной, С4, Е6. Конев 3, Д5. Конь С3, С5. Взяли, забрали конем. Соперники разыграли так называемую улучшенную защиту Тараша. Е3. Слон Е7 играет Корчной. Слон Д3. Взяли, забрали. Конь С6, 2-0, 2-0. Ладья Е1. Возникла очень известная позиция, которая весьма часто получается из другого дебюта. Защиты Каракан. В этом положении основными являются ходы С6, с дальнейшим Конь С7, укрепляя Коня Д5. Либо Конь Ф6. Далее черные играют Б6 и фенкетируют своего слона. В обоих случаях продолжается стандартная для подобных позиций с изолятором игра. Но Виктор Корчной играет иначе. Он ставит ферзя на Д6. Довольно любопытный ход. Черные хотят сдвоиться по вертикали Д и просто надавить на пешку Д4. Может даже и выиграть ее. Нужно отметить, что этот ход Корчной уже применял в финальном матче претендентов в Киеве в 1968 году против Спасского. А3. Играет Каспаров. Ладья Д8. В одной из партий упомянутого матча Спасский, играя белыми, пошел ферзь С2. Сразу напав на пешку Аш. Та продвинулась на А6. И после Конь Д5, ферзь Д5, слон Е3. Черные сыграли слон Д7. Далее Шах и слон Е4. Черные отошли на Аш5, Конь Е5. И позиция быстро упростилась. Ладья Ц8, ферзь Е2. Это окончание соперники играли еще 33 хода. Но в конце концов получилась ничья. В нашей же партии на Ц2 Каспаров ставит не ферзя, а слона, имея более амбициозный план. Ферзь Д3. И далее взятие на Аш7 с угрозой мата. Поэтому черные сразу отводят коня на Ф6, нападая на пешку Д4. Слон идет на Е3. Эта позиция уже встречалась. В партии Сейрован Горд, Луга на 1984 год, черные сделали стандартный ход Б6. После ферзь Д3, Ж6, ладья Д1, слон Б7, слон Ж5. Белые сохранили пространственное преимущество и в конце концов победили. Поэтому Виктор Корчной решает в этой позиции сразу же разрубить Гордиев узел, то есть решить проблему изолированной пешке Д4, которая мешает свободному развитию его фигур и играет Е5. Интересный ход, который, конечно, заслуживает серьезного внимания, особенно в партии с укороченным контролем времени. Белым непросто отыскать перевес в этой новой для себя ситуации, поэтому Каспаров меняется на Е5, играет слон Ф4 и в этой позиции Виктор Корчной, уже почти полностью уравняв положение, совершает серьезную неточность. Выдающийся шахматист должен был просто побить на Д4. И после взятия ладья Д4, слон Е5, ладья Д8, получалось чуть худшее для черных, но объективно все-таки равное окончание, которое аккуратной игрой можно было свести в ничью. Во всяком случае, у черных тут не было существенных пешечных слабостей, ну а некоторая пассивность фигур – это временное явление. Но вместо того, чтобы просто забрать пешку на Д4, Корчной решил провернуть небольшую комбинацию. Он сыграл слон Ж4, контр-атаковав ферзя соперника. Дальше игра развивается форсированно. Слон бьет Е5, взяли, забрали, съели, слон бьет Е7, двойной удар, ладья бьет Д4 и размен на Ф6. В итоге также получилось окончание, но с одним существенным отличием. У черных серьезно испорчена пешечная структура на королевском фланге. Конечно, чем меньше останется на доске фигур, тем более явно будет чувствоваться это ослабление. Впрочем, в дальнейшей игре Корчному удалось несколько консолидировать свою позицию. Все-таки в этой ситуации слон посильнее коня белых. Ладья Е2 играет Каспаров, слон Б3, Ф3, открывая дорогу королю. Ладья Д8, ладья АЕ1, слон Е6, перекрывая вертикаль. Король Ф2, А6, играют черные, ладья Е4. И здесь Корчному следовало избежать размена ладей. Все-таки, если доску покинут тяжелые фигуры, конь в статичной ситуации станет сильнее слона. Конечно, такой выдающийся шахматист, как Корчной, не мог этого не понимать. Но вместо того, чтобы отойти ладьей на Д6, сохранив равенство, Корчной ляпнул король Ж7. И после размена на Д4, ладья Д1, оказалось, что избежать размена и этой ладьи не удается. Все-таки, если отойти, то ладья белых становится очень активной, заходит в тыл и начинает атаку слабых черных пешек. Поэтому ладья бьет Д1, сыграл Корчной, Конь бьет Д1. В этой статичной позиции слабости черных на королевском фланге становятся ощутимыми. Кроме того, черному королю на Ж7 делать нечего. Конечно, играть Ф5, а потом Король Ф6, Король Е5 не получится. Белые просто сыграют Ф4, фиксируя пешечную структуру черных и не давая активизироваться королю. Поэтому Корчному приходится идти в обход, теряя еще больше времени. Король Ф8 сыграли черные, Король Е3, Король Е7, Король Д4, Король Д6. Благо, белого короля на время удалось остановить, но все-таки на Д4 он более активен, чем черный король на Д6. Конь Е3 играет Каспаров и в этой сложной для себя позиции Виктор Корчной совершает решающую ошибку. Лучшим, согласно компьютеру, является довольно неочевидный ход Ф5, ставя еще одну пешку на белое поле. Но только так можно было надеяться удержать эту позицию. Важность хода Ф5 состоит в том, что черные берут под контроль поле Ж4, не давая стать туда коню. Конечно, такую позицию компьютер черными с большой вероятностью удержит, даже против очень сильного шахматиста. Машина точно рассчитывает вероятности различных маршрутов слона и коня и не допускает ошибок. В реальной же партии, даже после сильнейшего Ф5, черным было бы очень сложно спастись, потому что буквально одна ошибка может перечеркнуть все предыдущие старания. Но эту ошибку Корчной сделал сразу. Вместо Ф6, Ф5 он почему-то сыграл Б5. Честно говоря, удивительно, почему Корчной в этой партии делал такие серьезные ошибки. Очевидно, что пешку на белое поле ставить при белопольном слоне не следует. И ответный ход белых, это автоматическая Б4, Каспаров именно так и сыграл, фиксирует пешечную структуру черных на ферзевом фланге. Теперь эти пешки уязвимы и прибытие на Ц5 коня может сильно связать фигуры черных с защитой пешки А6. Да и для белого короля поле Ц5 тоже является очень удобной стоянкой. В общем, это решающее ослабление черных полей на ферзевом фланге в конце концов привело Корчного к закономерному проигрышу. Но метод, которым Каспаров добился победы, весьма поучителен. Посмотрите, после слон Б3 чемпион мира играет Ф4, слон Е3 и Ж4, захватывая еще больше пространства. Король Ц6 играют черные, Ф5. После слон А2, конь Ж2. Каспаров поставил свои пешки королевского фланга на белые поля, но он не боится, что они попадут под удар слона. Главная идея белых это напасть на пешку Ф6 своим конем и тем самым отвлечь черного короля от защиты слабого поля Ц5. Черные ничего не могут поделать. План белых прост и в то же время очень эффективен. Король Д6 играет Корчной, конь Ф4, слон Ц4, конь Аш5. Приходится отходить на Е7, король Ц5. Пешка А6 под угрозой. Слон Е2. Единственный шанс черных контратака пешек на королевском фланге. Х3, слон Ф1, но конь Ф4. Полная доминация коня над слоном. На Ф4 он не только защищает свою пешку, но и угрожает вилкой на Д5 с выигрышем пешки Ф6. Король Д7 играют черные, чтобы ход конь Д5 делался без шаха, но Аш4. Перед тем, как решительным образом атаковать пешку Ф6, Каспаров ставит одну из своих пешек на черное поле, делая ее недостижимой для слона соперника. Аш6 играет Корчной, конь Д5, слон Е2, конь Ф6, шах, король Е7, конь Ж8, еще одна вилка, и прожорливый белый конь забирает еще одну пешку, а после король Ж7 его защищает пешка Ж5. У черных ничего не получилось. Они на королевском фланге проиграли две пешки, а на ферзевом дела не лучше. Потеря пешки А6 это лишь дело времени. Черные играют Ф6, Каспаров, конечно, не реагирует, ставит короля на Б6, слон Ф1, забирает Каспаров пешку А6, слон С4, ставит короля на А5 с целью сыграть А4 и создать проходную на ферзевом фланге. Корчной еще сыграл слон Д3, после А4 БА король бьет А4, Виктор Львович просто сдался. Вот такая довольно интересная партия, в которой Каспаров малой кровью обыграл довольно опасного конкурента. В этом поединке ошибка Виктора Корчнова, которая привела к непоправимому ухудшению его пешечной структуры на королевском фланге, решила исход партии. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал «Шахматы для всех», оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание, до свидания.